Секретные места Эйфелевой башни. Пожалуй, самая знаменитая достопримечательность в мире. По статистике, в год ее посещают около 6 миллионов людей. Ежегодно с башни делается около миллиона фотографий, однако это еще не все. Далеко не все знают, что на верхних уровнях этого грандиозного сооружения находится квартира архитектора Гюстава Эйфеля. Долгие годы это место было закрыто для посещения туристов, и только недавно его открыли. В настоящее время квартиры вернули ее первозданный вид. На стулья посадили реалистичные манекены самого владельца квартиры и его гостя Томаса Эдисона, воссоздавая тем самым визит Эйфелю, нанесенный 10 сентября 1899 года. Секретный этаж Empire State Building Самый знаменитый небоскреб в мире также припас для туристов свой секрет. Многие считают, что Empire State Building имеет 102 этажа. Об этом даже говорится в The New York Times. Но мало кто знает, что в здании есть секретный 103 этаж, куда по всей вероятности могут попасть только невероятно знаменитые или очень обеспеченные люди. Прямо над официальным верхним этажом есть открытая площадка, которая предлагает шикарный вид на Нью-Йорк. Попасть на нее можно, поднявшись по лестнице, спрятанной на 102 этаже. Вероятная причина, по которой обычных посетителей не пускают на 103 этаж, это отсутствие каких-либо мер безопасности, не считая просьбы не прыгать вниз. Немногие, кому удалось побывать на 103 этаже Empire State Building, отмечают, что место отличается не только предсказуемо удивительным видом, но и невероятной тишиной. Поскольку Манхэттен является островом, вода вокруг него поглощает все звуки. Жуткий заброшенный остров в центре Диснейленда Сегодня компания Волта Дисней одержит 4 парка развлечений – Эпкот, Энимал Киндом, Мэджи Киндом и Холливуд Студиос. Тем не менее, в действительности есть еще пятый парк, о котором его представители не любят упоминать – Discovery Island. Компания Волта Дисней открыла этот парк в 1974 году. Он был известен как Treasure Island – остров сокровищ. Впоследствии название было изменено на Discovery Island – остров открытий. Парк был закрыт в 1999 году, когда открыли Энимал Киндом – царство животных. Всех животных из Discovery Island перевезли в новый парк, и об этом острове забыли до тех пор, пока городской исследователь по имени Шейн Перес не попал туда среди ночи, успешно миновав охрану. В ответ на такой смелый поступок Переса, представители компании Волта Диснея заявили, что могут навсегда запретить ему появляться в их парках. Что касается острова, то были планы возродить его в 2009 году, но в жизни их так и не воплотили. Секретная комната в горе Рашмор В кинематографической классике «Сокровища нации. Книга тайн» главный герой узнает, что в горе Рашмор есть секретный комплекс, в котором спрятаны сокровища. Смешно, не правда ли? В горе Рашмор нет никакой секретной комнаты. Если бы она там была, нам бы давно сказали об этом, верно? А вот и нет. Оказывается, что оригинальное видение скульптора Гудсена Борглума горы Рашмор было несколько более сложным. Среди прочего, оно включало представление полных торцев каждого из американских президентов. Также он хотел написать на этой горе огромными буквами описание важных моментов в истории Соединенных Штатов. Когда в дело вмешалась логика разум и деньги, Борглум остановился на идее создания архивного зала, где для будущих поколений хранились бы важные для Америки документы, декларации независимости США, били правах и так далее. Проект не был воплощен в жизнь из-за смерти Борглума в 1941 году. Однако к тому моменту работы по созданию проходов в горе посредством взрывов уже начались. В 1998 году американское правительство установило герметичное титановое хранилище и гранитный замковый камень весом 5 тонн внутри пространства в горе. Туда действительно были помещены копии важных исторических документов. Мир куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Все зависит лишь под каким углом на него смотреть. С добрым утром, сонные исследователи! Субтитры создавал DimaTorzok